Приветствую всех у себя на канале. Давайте посмотрим второй прогноз для Овнов на сентябрь 2024 года. Что ожидает Овнов в сентябре 2024 года? Основной фон месяца, атмосфера, работа, карьера, финансы, имущество, личная жизнь, важные какие-то интересные события или люди, которые влияют на вас и подсказка от карт. Итак, основное настроение. Так, пятерка кубков. Ну, сейчас будем раскрывать. Вообще, это карта разочарований, но насколько это вас затронет, будем сейчас смотреть по каждой сфере жизни. Может быть, это просто усталость от однообразия, может быть, что-то еще. Давайте смотреть подробнее. Ну, это еще карта, когда мало что может заинтересовать, ничего не привлекает внимание. Давайте смотреть подробнее. Работа. Что здесь? Паш Жезлов. А вот здесь, напротив, вышел активный интерес. Но, может быть, знаете, это... Пажи, это всегда начальный этап. Это как задатки. Это как начало всегда чего-то. То есть, если связать эти две карты, это когда каждый раз ваш какой-то новый интерес, применительно, конечно, здесь к сфере работы, не оправдывает ваши ожидания, скорее всего. Вот если, например, у вас свое дело, свой бизнес, и вы хотите привнести что-то новое, и каждый раз, когда вы придумываете что-то новое, или вам кто-то что-то новое советует, вы вроде как начинаете это разрабатывать, пытаться внедрять это в свою деятельность, либо, ну, что-то планировать, и каждый раз сталкиваетесь с чем-то, когда вы понимаете, что вам это не подходит, да. То есть, у кого-то, может быть, этот вариант работает хорошо, но вам он по той или иной причине не подходит, не ваше. Ну, то же самое, когда вы, например, пытаетесь, ну, где угодно, что офисная работа, что там какая-то разъездная работа, в общем, самая главная мысль то, что, когда вы пытаетесь привнести что-то новое в эту сферу, оно каждый раз вот как-то вас чем-то не удовлетворяет, не тот вариант, не подходит, надо пробовать что-то еще. Но плюс в том, что железловая масть, это всегда масть активная, это говорит о том, что вы на этом руки не опускаете. Просто вот, скажем, не те методы, да, не те шансы, не те возможности. Но плюс в том, что вы что-то постоянно пробуете. Скорее всего, исходя из вышесказанного, можно предположить, что вы хотите внести изменения в эту сферу. Естественно, кто-то хочет сменить работу, кто-то хочет на своей прежней, текущей работе, ну, как-то изменить порядок, организацию, может быть, введение дел. Но вот пока вы, скажем так, методом проб и ошибок ищите пути. Это искать пути. Конечно, если говорить о собеседовании, это ходить по собеседованиям и пока, ну, не то чтобы безрезультатно, но результат у вас не устраивает, да? Вот это... Не хотите соглашаться на меньшее, хотите чего-то большего. Хотите, может быть, может быть, кто-то хочет идеального варианта, что в поисках новой работы, что в, значит, новых начинаниях на прежней работе, в прежних делах. Давайте посмотрим имущество, финансы. Здесь, конечно, башня. Ну, сложно что-то вам посулить благоприятное, особенно в сочетании с пятеркой кубков. Первое, что приходит на мысль, это какие-то неудачные вложения средств. Поэтому всегда говорю, если появляется в предсказании какой-то неутешительный прогноз, всегда действуйте от противного. Значит, берите это как совет поступать осмотрительно с вашими финансами, с вашим имуществом. Всегда перечитывайте договоры на различные кредиты, различные сделки. Поэтому здесь, вот, как знаете, внезапный провал, не туда вложил деньги. Здесь не то, чтобы, знаете, какие-то азартные увлечения, да, связанные с потерей денег, проиграл там где-то. Здесь скорее вот именно неудачная сделка, и она еще неожиданна, вот как молния, да, как земля из-под ног ушла, вот здесь вот все рушится. Поэтому обращайте внимание, чтобы потом вот не жалеть, а зачем я сделал вклад, да, в этот конкретный банк, или зачем я дал взаймы тому человеку, которому не следовало давать взаймы. Например, здесь вот предостережение явное для вас, что вы можете на чем-то прогореть. Я не знаю, проверяйте чеки, чтобы там не обсчитали, да, чтобы что-то там два раза не... Ну, это такое минимальное, что может произойти. Здесь вот действительно может быть проигрыш досадный, очень связанный с финансами и имуществом. Поэтому здесь будьте внимательны, смотрите в оба. Давайте посмотрим личную жизнь королевы Пентакли. Если осмотрит женщина, конечно, эта карта является вашим сигнификатором. Если опять смотреть в сочетании с пятеркой кубков, ну, какое здесь может быть разочарование? Во-первых, королева Пентакли, естественно, она всегда себя высоко ценит. Она знает, кто она, знает, на что она способна, знает, чего она достигла. Какое здесь может быть разочарование касательно личной жизни? Ну, может быть, что... Ну, давайте дополним здесь, да, может быть, что... Что? Какое конкретное разочарование? Какое-то связанное с вашим партнером, явно не с вами. Может быть, какие-то неоправданные ожидания от партнера. Давайте здесь поподробнее, потому что здесь все-таки сигнификация выпала. Ну, вот подробнее, да. Во-первых, это пара, вот как нельзя лучше выпала. Ну, это вот именно неоправданные ожидания от партнера, да. Вот я предположила это, и тут же нам показывает вашего... или супруга, молодого человека, в общем, вашу пару. Что там он у вас сделал? Здесь я подробнее дополнять не буду. Пятерка кубков, я уже сказала, это разочарование. Разочарование вас, ваших сигнификаторов, связано с вашим партнером. Если мужчина смотрит, ну, наоборот, значит, потому что здесь вот тогда выпали две карты сигнификатора, явно указывает на пару. Если смотрит человек не в паре, мужчина или женщина, это могут быть неоправданные ожидания, опять же, от кавалера. Все-таки на персону здесь указывают карты. Знаете, не могу прям так однозначно сказать, что вы в полном одиночестве, никого нет. Кто-то есть, но это, значит, человек, который, вот, опять, вам по каким-то причинам не подходит. Ну, если уж все-таки вы скажете, нет, я совсем сейчас одна, совсем один, и никого, у меня никаких там ухажеров и поклонников нет, это разочарование о том, что вы, опять же, не можете подобрать себе пару вам под стать. Да, потому что две пентаклевые карты выпадают. То есть, ну, в любом случае, что-то вот партнер не так сделал или не сделал, а вы ждали. Вот, и в обратную, и в одну, и в другую сторону работают. То есть, если и для мужчин смотрят, если мужчина смотрит, значит, от женщины не оправдались какие-то ожидания, что-то там уже смотрите свою ситуацию. Если женщина, то мужчина что-то ей, может быть, пообещал не сделал. Ну, давайте посмотрим события какие-то важные. Карта смерти, начало чего-то. Здесь нет каких-то определенных событий. Вот, в целом, если по раскладу смотреть, опять брать сочетание с пятеркой кубков, здесь есть некое какое-то сожаление о том, что уходит какой-то этап вашей жизни, вот что-то проходит, наступает новое. Каким будет это новое, еще никто не знает. Но здесь я не могу сказать о каком-то конкретном событии. Смерть всегда, всегда, не всегда. Но вот в этой карте в любом случае прямо видно, что это не просто конец, это новое начало, потому что изображен ребенок, новая жизнь. Потому что вообще я всегда трактую аркан смерть как смерть, как окончание. Вот, несмотря на то, что многие тарологи называют картой трансформации, не всегда смерть сулит новое начало. В плане, например, ну, если... Немножко отступлю от темы, потому что здесь на колоде особое изображение. Вот если, например, в отношениях выпадает смерть, ну, надо там дополнять, конечно, пауза или точка, да. Потому что, скорее всего, смерть и в раскладе на отношениях предвещает конец отношений, если только там не выступают какие-то «но». Да, будет новое начало, но уже с другим партнером, а с этим партнером конец. Ну, вот в данном изображении, ну, как здесь трактовать по-другому? Здесь ребенок изображен, это новое начало. Поэтому вот есть такое ощущение, что вот проходит какой-то этап определенный вашего жизненного пути, и вы, может быть, что-то даже вспоминаете с грустью, что-то вам нравилось, потому что вы сожалеете, что что-то проходит, что-то уходит, и что новое встретится еще непонятно. Вот здесь вот я бы так истолковала. Но новое что-то идет. Вот в этот период должно прийти в вашу жизнь что-то новое. Давайте посмотрим подсказку. Восьмерка мечей, двойка. А я вот здесь сразу так вижу. Вы, знаете, вполне можете... Вот здесь вот такой негативчик, да, сразу вдарил, что какое-то разочарование, досада, переживания. Здесь, как совет, сразу не ограничивайте сами себя от удовольствия, выходите вот из этого сожаления. Чем быстрее вы себе сами позволите все 33 удовольствия, тем быстрее, может быть, вот это двойка жезлов, это планирование нового, тем быстрее, может быть, что-то новое придет в вашу жизнь, и, может быть, действительно не стоит грустить о старом, не стоит грустить о прошлом, направить свои силы на что-то новое. Здесь, как совет, даже, может быть, не стоит делать вам работу над ошибками, а просто идти в новое и наслаждаться жизнью, потому что здесь, скорее, вот вы сами себя ограничиваете. Вот в данном тоже изображении можно увидеть, что человек, у него не связаны руки, он их сам вот на груди скрестил, сам спрятал, и здесь он не в клетке, как во многих других колодах, не кто-то его связал и мечами заковал, а здесь вполне можно пройти между ними и выйти, и руки не связаны. То есть никто-то, не обстоятельства вас связаны, вы сами себя связываете, а вы легко можете выйти вот из этой позы вот в такую. Ну, я условно говорю, да, то есть выйти из собственного заточения в удовольствие и начать планировать новый какой-то этап жизни. Расклад вообще вот как-то говорит о новом этапе, потому что здесь старшая арка. Вот. И будьте осмотрительны с финансами. Здесь вот это важно. Ну, в принципе, овный знак пробивной, поэтому вот и в работе вот все время хочу что-то новое найти, что-то вот начать. Вот как-то новизной у вас вот. Вот, несмотря на то, что осень, вот у вас вот такой расклад, как будто старый отживает. А может быть, смотрите, еще, коль уж старый отживает, да, возможно, для кого-то пришло время расстаться с, может быть, знаете, старой квартирой любимой, чтобы переехать в новое, да, наконец-то вот убрать вот эти сожаления, переживания, и как я вот там всю жизнь прожил или прожила в этом месте, нужно будет уезжать в новое. А как оно там будет, это новое? Может быть, вот даже и так здесь башня отыграется. Все надо... Ну, башня-то всегда старая ломать, новая строить. Вот. Поэтому такое ощущение окончания чего-то и начала нового. Не могу сказать, что вас это новое неизведанное пугает, но как-то вот вроде есть желание начинать. Ну, это какое-то есть сожаление. Может быть, не... Ну, не может быть, скорее всего. Да, не всегда все складывается так, как мы хотим. Может быть, есть вот именно сожаление то, что не все получилось, да, там не все случилось так, как вы ожидали. А так, в принципе, вполне у вас открыта дорога к новому пути. Такой получился расклад для Овнов. Спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии. Всем до скорых встреч. До встречи.